МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Алматы прошла торжественная церемония открытия 28-й Всемирной зимней универсиады. В церемонии открытия в Ледовом дворце Алматы-Арена принял участие президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Уважаемые гости нашей страны, участники соревнований. Казахстан приветствует всех спортсменов, болельщиков на нашей гостеприимной земле. Ко дню открытия универсиады мы шли более пяти лет. Этот путь сделал нас сильнее, сплотил вокруг общей цели, изменил облик целого мегаполиса Алматы. Мы благодарим за поддержку организации турнира Международную федерацию студенческого спорта и ее президента Олега Васильевича Матыцына. Мы говорим спасибо всем, кто принимал участие в подготовке этого глобального праздника, в том числе трем тысячам волонтерам, молодым казахстанцам. На этом стадионе собрались посланники сотен ведущих вузов планеты. Мы уверены, что среди вас есть будущие олимпийцы, триумфаторы мировых соревнований. Есть и те, кто, конечно, свяжет карьеру после университета с экономикой, политикой и бизнесом. С первых дней независимости наша страна привержена идеалам единства, сотрудничества, устремленности в безопасное будущее. Через спорт, науку и культуру мы хотим донести до каждого континента казахстанскую формулу толерантности, спокойствия и развития. В ходе открытия состоялся традиционный парад с участием сборных команд. За время шествия прошли делегации 57 государств. Знаменоносцем сборной Казахстана стал лыжник Даулет Рахимбаев. Клятву от имени спортсменов о честной борьбе произнесла казахстанская фигуристка Айзамамбек. 16 факелоносцев, представители своих областей и городов, собрались в арене для того, чтобы сомкнуть факела в единый огонь универсиады, который зажег в чашу огня, символизирующую начало игр. Всего в представлении было задействовано более полутора тысяч артистов. Как сообщалось ранее, в церемонии открытия Всемирной зимней универсиады 2017 приняли участие только казахстанские артисты. На соревновании в честь страны будут защищать 175 спортсменов в 12 видах спорта. 28-е Всемирная зимняя универсиады 2017 завершится 8 февраля. И по итогам сегодняшнего дня Казахстан расположился на пятом месте медального зачета универсиады 2017 в Алма-Ате. Первое место занимают спортсмены России. У них 9 медалей. 4 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовая. На втором месте расположился Китай с тремя медалями. 2 золота, 1 бронза. И Польша 2 медали. 1 золото, 1 бронза. Четвертая позиция принадлежит Италии 1 золото. У Казахстана 3 медали. 2 бронзовые и 1 серебряные. Их принесли в копилку команды страны лыжница Анна Шевченко и фристайлистки Жбек Арапаева и Жамбота Алдебергенова. И к местным новостям. Искать новые рынки работы, а при сокращении штата проводить его наравне как для местных, так и для иностранных работников. Этого потребовала Кемобласть Тибердебек Сапарбаев от руководства казахстанской китайской буровой компании «Великая стена» в ходе совещания по вопросам выполнения производственной программы и коллективного договора за прошлый год. С подробностями Владимир Федотов. Открывая работу в совещании Кемобласти Бердебек Сапарбаев резко раскритиковал руководство сервисной компании. И не спроста, ведь в прошлом году здесь было сокращено 499 работников. Двое находились в отпуске без сохранения заработной платы. Сейчас из-за простоя временно не заняты более 400 человек. За два года два раза сокращение. Везде идет повышение заработной платы, а у вас сокращение зарплаты. Везде все социальные обязательства выполняются, а здесь не выполняются. Все компании, все предприятия, с кем мы заключили меморандумы, начиная с маленьких, мелких, кончая с крупными, все они выполнили. Они же тоже живут в условиях кризиса. А почему эти компании не должны выполнять? Я еще раз повторяю. Если мы подписали меморандум, подписали с коллективом, коллективный договор, оно должно выполняться. Плохо работает ваша профсоюзная организация. В свою очередь, генеральный директор компании «Великая стена» Джан Зюнь постарался объяснить причины сложившейся ситуации. По его словам, в прошлом году на 10 скважинах снизилась добыча нефти. И общий доход составил 4 миллиарда 600 миллионов тенге, или 20% к показателю 2015 года. Тем не менее, по словам гендиректора, наблюдаются уже определенные подвижки к стабилизации материального положения компании. При этом, руководство буровой компании сообщило, что в феврале планируется запустить две буровые установки, тогда 114 человек вернутся на работу. А в целом, в этом году, когда объемы достигнут максимального уровня, на работе будет находиться 800 человек. Но с учетом имеющегося объема будут работать 600 человек. Акимобласти поинтересовался судьбой 100 миллионов долларов, выделенных буровой компанией и ее соучредителем. Гендиректор ТОО Джан Зюнь ответил, 24 миллиона долларов пошли на погашение банковского займа. Остальная сумма на приобретение необходимых материалов в Китае. Был выслушан и председатель местного правкома Бекбулат Умаров, сообщивший об имеющейся недочетах в работе компании. У нас есть вопрос, вообще уровень зарплаты нашей компании по сравнению с другими компаниями. То есть это по нашим мониторингам и мониторингам областного профсоюза, он очень низкий. Я имею в виду с учетом Атраусской, Монастаусской и некоторых компаний Уральской. То есть у нас первая ставка 1,19,966, у некоторых 64,74. В свою очередь руководитель областного профсоюзного центра предложил компании шире использовать возможности, предлагаемые евразийской интеграцией. Многие, которые сокращенные ваши работники, я знаю некоторых лично. Многие сами создавали бригаду, выезжали в Российскую Федерацию, там устраивались на работу, даже до Ухты дошли. Ухта, Оренбург, везде. Нельзя ли компании самому организованной выйти туда? Это бригада, там 20 человек, 15 человек. Защищать их интересы там сложно будет. А если компания сам поедет, участвует в тендерах, потому что сейчас мы находимся в ТОО, Евразийский экономический союз, между Россией у нас свободный переток труда и капитала. Рабочие могут оттуда приезжать, наши туда свободно выезжают. Аким области отметил, что сокращение штатов компаний в случае его необходимости должно проходить наравне как для местных, так и для иностранных работников. Также Бердебек Сапарбаев призвал приступить к осваиванию рынка сервисных услуг соседней России. У нас хорошие связи, не только Оренбургской области, и Ульяновской области, и Татарстаном, и Башкорстаном, и так далее. Только вы скажите, скажите, вот, пожалуйста, помогите наладить это отношение или там найти работу в Ульяновской области, или там в Татарстане и так далее, где есть добыча нефти. Но, к сожалению, такого-то предложения ни со стороны профсоюзной организации, ни со стороны руководства компании-то нет. Нашли хороший выход только сокращать, сокращать. А это мы не допустим. Мы должны трудостроить людей, чтобы они зарплату получали. По итогам совещания, Ким области дал ряд поручений так управлению экономикой разобраться с причинами низкого коэффициента зарплаты. В срок к 1 апреля ни один китайский работник 3-й и 4-й категории уже не должен состоять в штате компании. Кроме того, Бердебек Сапарбаев отметил, если учредители не улучшат экономическое положение предприятия, с помощью компетентных органов будут приняты крайние меры, вплоть до процедуры банкротства. Владимир Федотов, Жанна Зильцегеев, Казахстан, АКТУБ. А сегодня итоги работы за 2016 год подвели в акционерном обществе СИНПС АКТУБИМНОЙГАЗ. В совещании по вопросу выполнения производственной программы и коллективного договора предприятия принял участие Аким области Бердбек Сапарбаев. На сегодняшний день акционерное общество СИНПС АКТУБИМНОЙГАЗ является самой крупной нефтегазодобывающей компанией в регионе. На ее долю приходится 67% добытой в области нефти и 88% газа. Так, в 2016 год компания завершилась довольно неплохими показателями. С начала года акционерным обществом было добыто более 4 миллионов тонн нефти свыше 5 миллиардов кубических метров газа. Компания на 50% обеспечивает своим сырьем нефтеперерабатывающие заводы региона. Увеличиваются показатели казахстанского содержания в производстве. Путем различных мер мы стараемся увеличивать казахстанское содержание. Активно проводим переговоры с местными поставщиками по увеличению доли казахстанского содержания на производстве. Так, по итогам 2016 года на 20% было увеличено казахстанское содержание в товарах при планируемом объеме в 16% и на 81% увеличено казахстанское содержание по работам и услугам при плане в 70%. Также компания инвестирует собственные средства в строительство социально значимых объектов. Например, для возведения Дворца молодежи в прошлом году акционерное общество выделило 660 миллионов тенге. В дальнейшем работа в этом направлении будет продолжена. В свою очередь глава региона поинтересовался планируемым объемом добычи на 2017 год. По сравнению с 2016 годом снижение будет или не будет? И связано с этим второй вопрос по отношению сокращения численности работников на 2017 год. Планируется или нет? Да, планируется. Дело в том, что по старым месторождениям ежегодно возрастает коэффициент естественного падения. В этом году он составил 15%. Также наблюдалось снижение цены на нефть. Из-за этих факторов, повлекших ухудшение финансового состояния, наша компания сократила объем инвестиций. Мы не разрабатываем новых месторождений. Нам необходимо будет увеличить объем капиталовложений. За счет этого увеличим добычу. Что касается увольнения сотрудников, то масштабных сокращений не планируется. Мы увольняем только тех, кто не соблюдает трудовую дисциплину и не справляется с обязанностями. В завершении совещания между АОС, НПС, Актуми и Монегас, Акиматом области и территориальным объединением профсоюзов был подписан меморандум, направленный на осуществление согласованных действий в вопросах регулирования трудовых отношений и обеспечения социальных гарантий для работников. Ольга Литвина, Нурбек Утаров, Казахстан, Актубе. Вопросы развития транспортной инфраструктуры поднимались в ходе отчета о проделанной работе за прошлый год и планах на текущий руководитель областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аязбаевс-Монгалиева. Глава ведомства также рассказал о работе вокзалов и развитии внутренней сети движения автобусных маршрутов. Подробности в следующем сюжете выпуска. Всего на сегодняшний день протяженность автомобильных дорог республиканского, областного и районного значения составляет почти 7 тысяч километров. В текущем году на ремонт дорожной отрасли предусмотрено около 8 миллиардов тенге. На эти средства планируется отремонтировать 298,5 километров автомобильных дорог. Отметим, что из общей протяженности автомобильных дорог более 5 тысяч километров составляют трассы областного и районного значения. Качество дорожного полотна часто вызывает жалобы у жителей региона. Это влияет и на развитие предпринимательства, снижается рынок сбыта. Отметим, что на сегодняшний день более 75% дорог областного и районного значения пребывает в неудовлетворительном состоянии. В целом требуется наладить бесперебойное сообщение между населенными пунктами области. Финансовое средство считается достаточным. Есть различные государственные программы, на основе которых выделяются деньги. Наша с вами главная задача – эффективно использовать эти деньги. И, конечно, внедрять новые технологии. С учетом наших природных богатств, с учетом имеющих местных материалов, не дожидаясь асфальтирования всех дорог, мы должны, особенно между населенными пунктами, районными центрами, использовать местный материал. Ну, кое-что уже делается, но пока этого недостаточно, темпов недостаточно. На текущий год запланирована реализация 27 проектов ремонта дорог. Так продолжаются работы на участке дороги Актубе-Болгарка-Шубар-Кудук. В текущем году планируется реконструировать свыше 5 километров трассы южный обход города Актубе. В планах значится и строительство путепровода на выезде из областного центра в районе заводов и расплавов. Сегодня идет строительство дороги Донской, Храмтау, Батамша, вот на этой дороге. В этом году мы один участок уже будем издавать, продолжение следующего участка. Также мы в дальнейшем прорабатываем его проработка, проект с методом документации. Также какую-то часть дороги мы ремонтируем, средним ремонтом. У нас есть южный обход, который мы начали. Вот в том году мы уже начали строительство первые 3 километра, 3,5 километра асфальта положили. У нас начинается строительство Актубе-Орск, 0,8 километр. Там тоже в том году мы уже в 2016 году начали работу, в этом году мы очень много работы сделаем. Ремонт двух мостов, уширение дороги, ну и асфальтирование начнем. Важно проводить ремонт на дорогах районного значения, в том числе на внутрепоселковых улицах. В текущем году планируется продолжить ремонт улиц в Каргалинском, Хабдинском и Тимирском районах. В Иргийском районе в 16 году река строили мост через Харарка на автодороге Актубе-Орск-Кудхоль и начали ремонт четырех улиц в селе Евгес. Ну, я думаю, в этом году тоже завершили, нормально будет. В Мугаджарском районе в 16 году построена автодорога микрорайона Самал-Кармададж. Начали капитальные автодороги от трассы Эмбаш-Алкар до Дома культуры Стоит-Жем. Стоит за дороги с кольцевым движением от улицы Интернациональной до улицы Баймуханова в Кандагаши, который, конечно, завершит в этом году. Также капитальный ремонт был в 7 улиц в городе Кандагаши на сумму 275 миллиардов тенге. По протяженности республиканских дорог Актюбинская область занимает третье место. В текущем году на содержание трасс выделено более полутора миллиардов тенге. Также на средний ремонт дорог республиканского значения предназначено 2,5 миллиарда. Завершили все проекты. В октябре отправил 30-19 километров нашей дороги. Сегодня стоит вопрос о разъявлении тендеров. Где-то в феврале-марте, наверное, будут разъявлены тендера. В середине лета, возможно, уже приступим к реализации этого проекта. Этот проект очень актуальный. Мы в курсе каждого всех наших движений, что делается в отрасли, в дорожной отрасли. 30-19 километров начнем реализовать. Начало у нас есть в 17 километров в Баганинском районе. Эти 17 километров в этом году завершены. Однако для дорожников остается актуальная проблема с обеспечением инертными материалами. В частности, есть проблемы с доставкой на срытельные площадки песка и щебня. Я вот обращаю всем руководителям этих карьеров, это не ваши личные, это когда-то были государственные, вам отдали. Теперь давайте так, вы в первую очередь по сниженным ценам будете выделять эти инертные материалы для строительства дорог, социальных объектов, ну и так далее. Поэтому давайте с каждым переговорить. Протяженность железных дорог в области превышает 1500 километров. В регионе работают 33 железнодорожных вокзала. Однако даже главный вокзал в областном центре не соответствует требованиям сервиса и безопасности. Вокзал железнодорожный превратили в базар. Одни там эти бутики, киоски, ну невозможно пройти. Это же вокзал же, там же люди должны свободно проходить. Не дай бог завтра какая-то там честная ситуация будет. Что тогда люди будут делать? Представитель железнодорожного вокзала Ак-Тубе отметил, что сейчас проводится ряд мероприятий по улучшению работы. В частности, наводится порядок на привокзальной площади. Единственное, там надо было нам поменять целевое назначение. То есть, там блатную стоянку нам надо будет сделать, потому что там содержание идет. Клининговая, уборка и эксплуатация. Потом по безопасности досмотровое оборудование системы Рапискан уже мы получили. Монтаж будет делаться с 1 июля. Ждем комплектующих и подрядчиков, которые будут заниматься шеф-монтажом. Требуется расширять линию авиаперевозок. Сейчас Актюбинский аэропорт осуществляет рейсы по шести направлениям. Важно наладить авиасообщение с европейскими странами. Отметим, что в транспортной сфере сейчас ведется работа по созданию единого центра диспетчерского сопровождения маршрутов автобусов и электронного билетирования. Николай Сырбов, Самат Каликенов, Казахстан, Актюбе. Несколько семей людей с ограниченными возможностями улучшили свои жилищные условия. Государство предоставило им временное жилье до наступления их очереди на получение квартир из жилищного фонда. В минувшие выходные новоселов посетили Акимобласти Бердбек Сапарбаев и Акимгорода Ильяс Испанов. Михаил Холостенко инвалид первой группы, однако инвалидность не мешает молодому человеку заниматься спортом. Он легкотлет, участник республиканских соревнований по толканию ядра и метанию диска. Также Михаил отец двух дочерей из шести и одиннадцати лет. Долгие годы Михаил с семьей скитался по квартирам и на днях он наконец получил долгожданное жилье. Я стою на очереди с 2009 года и с тех пор мы живем, можно сказать, скитаемся по квартирам. Пятером в однокомнатной квартире мы жили. И вот вчера нас обрадовали этой радостной вестью, что мы получаем квартиру. Здесь две комнаты, и школы рядом, и детские сады, и стадион. Я же занимаюсь спортом, мастер спорта Республики Казахстан по легкой атлетике. В этом плане, конечно, мы очень счастливы и рады, что в этом районе получили и по соседству с нашими ребятами, друзьями, коллегами. Квартиру семьи Михаила выдали на первом этаже в доме по улице Малейсева 4З, специально построенного для граждан с ограниченными физическими возможностями, передвигающимся на колясках. При посещении Акимобласти Бердебек Сапарбаев поздравил новоселов со столь радостным событием в их жизни. Чтобы у детей было отдельный пункт, у вас отдельный. Но самое главное, здесь все удобства есть, специально сделано для таких людей, как вы, у вас. Все-таки двери. Да, здесь нет двери, шоки. Да, да, да. Бандус есть, и выходить на улицу. Ну и соседи, все наши колени. Соседи, да, будете встречаться, общаться, это уже хорошее дело. Тренажерный зал, они здесь. Да, все рядышком. Стадион, в ней стадион, я люблю атлетики, тренируюсь. Ну вот, тем более. Так что, поздравляю. Спасибо большое. Это долгожданное наше. Та же жилье в доме по улице Малейсева получили еще две семьи. Отца двоих детей Владимира Кулинского и предпринимателя Алтынбека Жанбербаева. Акимобласти ознакомился с их жилищными условиями, переговорил с добровольными помощниками из числа молодежи, подчеркнув необходимость активного развития волонтерского движения в регионе. К сожалению, таких молодых людей у нас мало. Молодые люди вечерами и выходные чем занимаются, в основном, мы знаем. Оттуда идет все это правонарушение и так далее. Нам надо развивать волонтерские движения, чтобы побольше было у нас активных вот таких молодых ребят, особенно вот таких молодых девчонок. Молодцы, правильно? Студенты, вот, помогайте, молодцы. Правильно, это очень хороший пример для всех остальных. Вот это называется патриотизм. А жительница Ак-Тубе Жанар Есетова получила временное жилье в виде однокомнатной квартиры в доме по улице Братьев Жубановых. Ранее Жанар ютилась в общежитии по улице Кашевого. Девушка-сирота и в настоящее время проходят молодежную практику в филиале партии Нур-Отан. Всего в городе проживает около 11 тысяч человек с инвалидностью, в том числе более 1100 инвалидов первой группы. Владимир Федотов, Жанна Дельцагиев, Казахстан, Ак-Тубе. Продолжим, смотрите во второй части выпуска. Вопросы изменения единого национального тестирования обсудили в педагоге области с представителями Центра национального тестирования в ходе специального семинара. Подробности смотрите в новостях. Объявлен аукцион по выкупу земельных участков. Аукцион состоится в начале февраля. Будет выставлено более двух десятков наделов. Что будет представлять собой ЕНТ в новом формате? Какие предметы будут сдавать школьники? И как изменятся сроки сдачи главного выпускного экзамена? Эти и другие вопросы обсудили сегодня директора и преподаватели школы области с руководством Национального центра тестирования. Подробности в материале нашего корреспондента. Об изменении формата сдачи ЕНТ было объявлено в ноябре прошлого года. Основное различие это разделение на итоговую аттестацию, которая будет проходить в школах. И непосредственно сдачу ЕНТ для тех, кто намерен поступать в ВУЗы. Все выпускные экзамены пройдут на базе школ по месту обучения. Оценивать работы учеников будет созданная при школе экзаменационная комиссия. Ориентировочные сроки сдачи выпускного экзамена с 29 мая по 9 июня. В школах выпускники сдадут итоговую аттестацию по пяти предметам. Четыре из них обязательные. В перечень обязательных предметов вошли родной язык и литература, алгебра, история Казахстана и казахский язык. Причем школьники будут сдавать экзамен письменно в виде эссе и решения задач. Устно по истории. А казахский язык планируют создавать в форме теста. На выполнение заданий предоставляется от трех до пяти часов. После получения аттестата по итогам экзамена выпускник уже сдает ЕНТ, как вступительное испытание в ВУЗ. Причем в Национальном центре тестирования заявляют, что разделение ЕНТ на два этапа разрабатывалось уже с 2011 года. На сегодняшний день Национальный центр тестирования уже запустил пробное тестирование, онлайн тестирование. Оно уже идет во всех областях. Я сегодня до этого был и в Жамбургской области, и в Казахстанской области, и во всех областях. Вот я разговаривал с директором школы, все они сказали, да, наши дети уже участвуют в онлайн-тестировании. Будут, как раньше, бумажные тестирования в бланках, они будут, начиная с начала, где-то, наверное, с 10 февраля этого года. В школах Актюбинской области уже провели несколько пробных тестирований. Также с момента объявления об изменении формата ЕНТ во всех образовательных учреждениях проводится широкая разъяснительная работа, как с учениками, так и с родителями. Тем не менее, еще остаются некоторые проблемные вопросы. Трудности, конечно, остались, особенно эссе, волнует эссе, потому что в последнее время, конечно, привыкли сдавать тесты на письменные работы, как-то дети меньше внимания обращали. Отметим, что в этом году школа заканчивает почти 6,5 тысяч актюбинцев. Заявки на участие в ЕНТ будут приниматься от учеников с марта по май. Единое национальное тестирование будет включать 5 предметов – 3 обязательных и 2 профильных по выбору. Представители национального центра тестирования отметили, что нынешний формат сдачи ЕНТ предполагает и некоторые послабления для абитуриентов. В этом году проходной балл будет 50, как и прежде. Ну, если посмотрите, в прошлом году это было 50 из 100 возможных, а в этом году это 50 надо набрать из 140 возможных баллов. Поэтому, я думаю, здесь государство пошло на смягчение. И второе, в прошлом году было всего, допустим, 25 профильных вопросов для каждого человека в этом году. Таких будут из 140 баллов, 80 баллов они могут набрать на двух профильных предметах. На тестирование отводится 3,5 часа. Пункты сдачи ЕНТ в октябре будут прежними. Предварительные сроки сдачи с 20 июня по 1 июля. Комплексное тестирование абитуриентов пройдет с 17 по 23 июля. Для ненабравших пороговый балл предусмотрены две пересдачи в августе и в январе. Ольга Литвина, Руслан Ельтаев, Казахстан, Актубе. С 8 по 10 февраля состоится аукцион по выкупу земельных участков. Аукцион состоится в Акимате города Актубе, кабинет номер 31. Торги пройдут по английскому методу. Всего будет выставлено 26 участков в сельских округах и городе Актубе. Все участки предназначены для строительства дошкольных учреждений. Площадь составляет от 0,5 гектаров до 1,5. Начальная цена тоже самая, от 200 тысяч до 1,5 миллиона тенге. Может участвовать в аукционе, может участвовать юридические и физические лица. Здесь никаких особых требований нет. Необходимо только заявление на участие в аукционе, а также в качестве гарантийного взноса от начальной цены 0,5% оплачивает. В случае выигрыша эта сумма, от суммы, которую выиграл, отнимается. В случае проигрыша эта сумма возвращается. В рассрочку без переплаты потребительский кооператив «Граждан Хэппи Дом» предлагает своим пайщикам на выгодных условиях получить жилье или транспорт. Основными преимуществами программы кооператива является отсутствие штрафов за досрочные платежи или платежи с опозданием, а также возможность возврата паевых взносов в любое время и рефинансирование ипотеки. Кооператив «Граждан Хэппи Дом» был создан в мае прошлого года на основании закона Республики Казахстан о потребительских кооперативах от 8 мая 2001 года. Отметим, что объекты недвижимости или транспорт приобретаются на денежные средства кооператива, а дольщиком может стать любой желающий, как физические, так и юридические лица. Каждый человек посредством нашего кооператива может приобрести недвижимость, автотранспорт и спецтехнику. Для этого необходимы удостоверение личности, адресная справка и первоначальный взнос. Если он приобретает недвижимость, то это 22% стоимости жилья, если это автотранспорт, то от 30% стоимости. На сегодняшний день через кооператив уже получили квартиры 57 человек. В очереди стоят 267 человек. 21 дольщик ожидает очереди на приобретение транспорта, а 9 человек уже стали обладателями собственного автомобиля. Так, Самад Досалиев стал пайщиком кооператива совсем недавно. О возможностях «Хэппи дома» он прочитал в рекламном объявлении и в автобусе. 13 января зарегистрировался и теперь хочет приобрести квартиру стоимостью 7 миллионов тенге. Я зарегистрировался 240-м, сейчас в списке 233-й. Как мне объяснили, стать дольщиком кооператива очень удобно. Несмотря на работу и зарплату, наличие или отсутствие кредитов, можно стать владельцем собственной недвижимости. Это дает большие возможности, именно поэтому я воспользовался услугами кооператива. Более полную информацию можно получить на официальном сайте кооператива happydom.kz, а офис находится на нулевом этаже бизнес-центра «Мир». Клиентов принимают в 103-м кабинете с 10 часов утра до 6 вечера. Николай Сырбов, Армандус Магомбетов, Казахстан, Ак-Тубе. В Казахстане стартовал новый танцевальный проект «You Go Dance». Его организаторы уверяют, что проект уникален по своей сути и не имеет аналогов в мире. Сам проект состоит из нескольких этапов. Мастер-классов, кастинга, телевизионного проекта, создания фильма и выпуска линий танцевальной одежды под одноименным брендом. Цель проекта, говорят его организаторы, продвижение танцевальной индустрии в стране. Пока за нами могут следить в соцсетях. Тот же Инстаграм, где мы сейчас освещаем абсолютно все, что мы делаем. Мы рассказываем там про свою команду, какие у нас перспективы и какие у нас дальнейшие планы. То есть оттуда сейчас могут узнавать всю информацию о нас. Первые мастер-классы уже начали проводить в Астане, Алматы и Ак-Тубе. Их проводят известные мастера танца не только в нашей стране, но и за рубежом. Сейчас пока это в этом интенсиве, который в трех сейчас городах проходит. Это Руслан Зелединов, основатель Стриден-студию. Марат Якфаров, один из основателей Фанки Таун в Алма-Ате. Дос Усубаев, он участник Биле Казахстана. И я провожу мастер-классы. Я танцевала раньше в балете Тодес. Там получила огромный опыт. И сейчас его и решила реализовать в этом нашем проекте. Кастинг участников проекта пройдет в 16 регионах Казахстана. К нему допускаются люди с самых разных возрастов и с разным танцевальным опытом. Я участвую для того, чтобы стать хорошим танцором. Я занимаюсь уже 5 лет. Для меня танцевальная карьера. Стать очень хорошим, прибыльным танцевальным танцором. Я сама преподаватель. И этот проект Угл Дэнс меня как-то вдохновляет. Я пошла на эти мастер-классы. Получила много впечатлений. Много чего нового. Инкара Карашаева, Армандус Магомбетов, Казахстан, Ахтубе. Уважаемые телезрители, об этих и других новостях вы сможете узнать, зайдя на сайты kastrk.kz и aktube.tv.kz. А также на страничках социальных сетей. Это были все новости на сегодня. Будьте в курсе событий вместе с нами. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!